Пермский инженерно-промышленный форум А также Максим Снитко, руководитель программы ГТУ для ГПА научно-производственного комплекса ОДК Пермский мотор. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное, коллеги, что смогли найти сегодня время побеседовать. Все ли готово к форуму? Какие последние приготовления сейчас ведете? Мы готовимся к форуму. На следующей неделе мы приступаем к застройке большой комплексной выставки форума. Уже сверстана деловая программа. В этом году форум будет уникальный. Впервые мы на площадке в два дня проведем 14 научно-технических советов и закупочных сессий, крупных холдингов, которые позволят нашим пермским компаниям стать новыми поставщиками для них. То есть это не какой-то региональный форум? Вы приглашаете, в том числе федеральные компании? Да, конечно. Мы почти год готовились к данному мероприятию. И уже сейчас у нас подтверждены такие холдинги, как Сибур. Газпром проведет в рамках инженерного форума большую закупочную сессию ИнтергазСерт. Приедет ФосАгро к нам и ряд других крупных компаний мирового уровня, которые именно проведут такие сессии. Максим, вы в рамках форума что будете сделать? Что планируете там найти? Поставщиков, наоборот, покупателей продукции? В каких сессиях поучаствовать? В рамках форума мы будем представлять новую нашу разработку. Это газотурбинная установка на базе современного двигателя ПД-14. Помимо этого, руководитель нашего комплекса будет докладывать по проекту ПД-35. Естественно, форум это достаточно интересная площадка для поиска новых поставщиков в рамках кооперации. Как известно, в Перми практически любая компания, которая занимается изготовлением или обработкой, так или иначе изготавливает продукцию, которую поставляет наш комплекс. Мы рассчитываем найти поставщиков небольших компаний, потому что понятно, что все большие компании сейчас корпоративно загружены поверху. Поэтому нам достаточно удобно было бы работать с маленькими гибкими компаниями, которые могут быстро брать, реализовывать заказ и возвращать продукцию нам. На вот этих закупочных сессиях, Елена, и будет отбор этих компаний? Ну и чуть ли там не предварительное заключение даже договоров? Структура закупочной сессии, она двухуровневая. На первом этапе мы показываем компаниям, на самом деле, как стать поставщиком, как зайти в тендеры, каким условиям нужно соответствовать. И на самом деле крупные холдинги расскажут о приоритетах сегодня в своих закупках. Вторая часть любой закупочной сессии – это презентация пермской продукции. Мы отбираем для каждого холдинга сегодня 5-6 компаний, которые в рамках этой сессии презентуют продукт, ответят на вопросы технических специалистов. И мы надеемся, что по итогу будут разработаны дорожные карты и наши компании станут поставщиками. Максим, кого вы намерены заинтересовать из крупных компаний? В первую очередь, конечно же, «Газпром». То есть это ваши текущие, в принципе, ваши, наверное, основные компании? Основной потребитель нашей продукции. Помимо этого, все энергопоставляющие компании, которые поставляют электроэнергию, или так или иначе, требуются двигатели для ее выработки. А запрос есть уже на вот эту установку на ГТУ на базе нашего двигателя пятого поколения? Да, конечно. Мы проводили исследования рынка. Более того, мы составили технические и финансовые характеристики данного продукта и рассылали основным нашим потребителям. И на сегодня уже подтвержденных заказов более 200 двигателей. Какую продукцию мы представим? Вот, например, мы знаем, что ГТУ предстоит УДК авиадвигатель, пермские моторы. Какую еще продукцию мы готовы представить? Серьезные блоки будут по продуктам цифровой промышленности. И это не только программные продукты IT, но и новые разработки наших пермских компаний, которые позволяют мониторить ситуацию на промышленных объектах. А традиционный наш новый блок – это промышленная безопасность и экология. Мы улыбились в это направление. И сегодня занимаемся не только спецодеждой, но и наши предприятия представят продукты по экологическому мониторингу. Впервые мы покажем новые разработки по строительным материалам и композитным материалам. Это тоже новый блок для нас. И в течение года мы подобрали ряд компаний, которые как раз покажут новые продукты. И в целом порядка 30 компаний сегодня у нас уже заявились, стали участниками этой выставки по промкооперации. Каждый научно-технический совет, ему будет предшествовать обход делегации холдинга по выставке, для того, чтобы компании могли презентовать свои продукты. А дальше уже как бы рассказать, что и для чего, как это будет использоваться. То есть эта выставка будет именно как рабочий инструмент форума, а не просто красивая экспозиция. А то, что вы называли вот эти направления, это сильные стороны Пермского края? Или мы здесь с кем-то соревнуем сейчас? Это самые сильные стороны Пермского края. И у нас уникальная особенность. Наши компании взаимодействуют между собой. Есть такие примеры, когда две компании, работая совместно, придумывают какие-то уникальные продукты. Так, например, у нас появилась кнопка СОС, которая сегодня позволяет в трудной обстановке, в шахте, либо на промышленном объекте подавать сигналы, если что-то случилось. У нас появились умные противогазы с датчиками, которые как раз анализируют уровень загрязненности использования фильтров. Это совместная разработка трех компаний пермских. Вот такие вот форумы как раз позволяют еще нашим пермским компаниям объединяться и создавать новые продукты, которые не имеют аналогов России. А готовы, Максим, вы вот такой внутрирегиональной кооперации, когда вы будете не только поставщиками, мы сказали, что для Газпрома это ваша одна из основных целей, грубо говоря, продать им эти ГТУ, а наоборот на этом форуме найти для себя каких-то поставщиков продукции. Или у вас там такая сугубо техническая сложная история, что вы только сами можете ее делать? Нет, сегодня количество заказов у нас в компании достаточно высокое. То есть производственные мощности загружены практически на полную. Поэтому, естественно, мы заинтересованы в новых поставщиках продукции. При этом главный, ключевой для нас критерий – это качество. А кого вы, например, ищите? Кто из предпринимателей, которые сейчас смотрят этот эфир, могут стать вашими поставщиками? Что вы ищете для своих цехов? Какую продукцию? Можем ли мы там назвать несколько примеров каких-то? В частности, определяем поставщиков небольших деталей, таких как поставка кабельной продукции, поставка металлопроката, поставка обработкой и поставкой запчастей для двигателя, инструмент очень актуальный для обслуживания двигателей. То есть, вот такого порядка. Но все эти истории, насколько я понимаю, есть на портале промышленной кооперации, потому что вы тоже начали развивать вот эту историю внутрирегиональную. Я помню, что на одной из конференций... Далее у нас 536 компаний пермских, и ряд из них уже является активными участниками кооперации с Пермским моторным комплексом и этой компанией со всего Пермского края. И география очень обширна. Даже, например, компания из Щековского сегодня поставляет уникальные тележки для транспортировки двигателей. А что мы, Елена, ставим целью этого форума? Вот сейчас, например, 13 дорожных карт, чтобы по итогам форума их стало 15-20. Ну, приоткрою завесу, да, в рамках форума будет подписан еще ряд дорожных карт, будет апгрейд ряда карт, то есть мы подпишем дорожные карты уровня 2.0, то есть впишем новые продукты. Но целевая задача, на самом деле, по итогам форума и по итогам этого года удвоить количество дорожных карт Пермского края и развивать активную такую кооперацию. То есть два десятка таких будет. А все-таки основная цель сделать упор именно на то, чтобы развивать вот такую федеральную кооперацию, чтобы пермские компании поставили на федеральный уровень, или там вот внутрирегиональную, чтобы УДК, например, Пермский мотор и покупала что-то у среднего бизнеса? На самом деле и так, и так. То есть понятно, что компаний очень много, уникальная продукция, и есть и компании, которые не могут сегодня найти себе клиента в Пермском крае, мы им помогаем продавать за пределы Пермского края. Иногда получается так, что в рамках одного холдинга не удалось продать на территории Пермского края, потому что не подходит данная продукция, там нет технической возможности. Но этому же холдингу продали на территории Российской Федерации. Такой практики тоже очень много. И задача ведь форума не только продать продукт, задача форума показать нашим предприятиям, как стать поставщиком в холдинге, рассказать основные ключевые правила, потому что никто не отменял 223-й федеральный закон. У каждого холдинга свои тендерные процедуры, конкурсные программы. И наша задача реально сделать доступно эту информацию, рассказать, как работают порталы, с кем лучше общаться, как правильно готовить информацию и научить нашей компании себя продавать. Это в первую очередь. Максим, в принципе, вот эта вот работа, вы можете ее вести вне форума и проводите ее. Чем форум именно может помочь? Форум может помочь в первую очередь, это, конечно, контакты, отношения, знакомства, возможность презентовать свою продукцию без выхода на тендер. Не прохождение тендеров без тендеров, а имеется в виду показать живьем свою продукцию, рассказать про нее более подробно. Послушать, пообщаться, потому что не всегда все возможно в рамках тендерных процедур заявить или объяснить необходимость того или иного свойства товара. А вообще, Елена, мы на форум ждем только бизнес или кто-то может даже здесь, жители туда прийти? Вот такой вопрос. Жители могут прийти на форум, да, регистрация у нас открыта. Регистрация идет очень активно, мы на самом деле не ожидали, что вот такой спрос. Но для жителей мы еще готовим ряд сюрпризов, так, например, четверг, пятница, суббота и воскресенье на станции Перми-1 будет стоять уникальная железнодорожная техника, 13 элементов, которые можно прийти, посмотреть, даже в часть из них зайти. РЖД нам сделал такой подарок и на выходные оставляет эту технику. А так на форуме будет также развернута большая выставка, историческая, в том числе. У нас 285 лет, это Велихинским заводом, и они предоставят часть техники, которую можно будет посмотреть. Я думаю, что там немного жителей видели там живьем ПД-14 или какую-нибудь малоэмиссионную камеру сгорания. Поэтому такой вопрос у меня возник. Максим, вот по линии промкооперации сейчас бизнесу нужна какая-то еще поддержка от Минпрома? Вот как вы это видите? Стоит ли здесь Минпром каким-то образом еще сильнее подстраиваться? Или может быть стоит поменять эту историю? Или может быть вообще не надо мешать бизнесу, он и так может работать с малым и средним бизнесом, покупать у них продукцию? Министерство промышленности выступает таким связующим звеном между бизнесом и предприятиями. Потому что промышленность, конечно, она сложная, медленная. А Министерство промышленности точно знает, какие компании сейчас выходят, какие люди, кто кем, чем занимается. То есть можно подсказать, как контакт. Более того, по всем большим выставкам, по всем большим контактам с нашими заказчиками, Килу Койл, Газпром. Естественно, нам очень сильно помогает наше Министерство промышленности. Вот с Еленой Владимировной мы регулярно участвуем во всех выставках, в многих совещаниях. Давайте я немножко дополню. Здесь же не только взаимодействие коммуникации, но у нас здесь сразу же подключается фонд развития промышленности, который помогает предприятиям наращивать свои мощности, развивать производство для того, чтобы обеспечивать заказы. И, кстати, одна из сессий будет фонд развития промышленности, который покажет новые программы, инструменты, и как можно очень оперативно получить займы для того, чтобы выполнить заказы на новые виды продукции в том числе. На самом деле, там действительно реально программа уже обширная. Я видел, что там и научно-образовательный центр, например, вы презентуете. Будет отдельная сессия по повышению производительности труда. Все ли это взаимосвязано в одну большую систему? Да, конечно. У нас сегодня порядка 100 участников национального проекта «Производительность труда», если вы начали с этого, то почти все компании у нас прошли через мероприятия производительности труда. Это и работа по кейсам, работа по пилотным проектам. Это повышение квалификации специалистов. И в рамках форума мы покажем, на самом деле, лучшие практики сегодня и о том, как предприятия не остановились по итогам реализации проектов на своих площадках и сегодня занимаются эффективным производством. И часть из них – это потенциальные поставщики для УДК и для крупных компаний холдингов. Которые разработки еще и в НОЦ, возможно, получают. Конечно, да. А НОЦ, на самом деле, помимо промкооперации, как ключевой темы, НОЦ стал второй главной темой инженерного форума. Если посмотреть внимательно программу, то в первый день у нас совет директоров традиционный, который проходит в рамках форума, будет посвящен именно потенциалу региональной промышленности в развитии промкооперации. То второй день мы посвящаем научно-образовательному центру и кооперации с ним. То есть, как сегодня крупные холдинги взаимодействия с НОЦом могут создавать новые технологии, новые продукты и кто будет это исполнять. Это тема нашего пленарного заседания. И как раз сейчас мы его наполняем лучшими докладами. Коллеги, резюмируем. Что мы увидим по итогам форума? Что увидит ваше направление бизнеса по итогам форума? Что вы ждете? Какие амбициозные цели и задачи себе ставить? Какую планку? Мы должны посмотреть, насколько интересен тот продукт нашим заказчикам. Раз. Второе. Увидеть, кто из пермских предпринимателей или предпринимателей, которые приедут на этот форум, готовы работать в условиях жестких достаточно сроков и высокого качества. Что видит Минпром, кроме подписания нескольких дорожных карт? Дорожная карта – это результат. Это мы прекрасно понимаем. На самом деле, мне хочется увидеть довольные глаза бизнеса о том, что наконец-то я получил ответы на вопросы, которые передо мной стояли. Мне не нужно бежать к вам, сразу же их задавать. Это первое. Второе – это прямой диалог, который мы хотим увидеть между пермскими промышленниками и крупными холдингами. То есть это, в первую очередь, контакты. А дальше – сюрпризы, новинки, которые будут на форуме. Но о них рассказывать не буду. Придете и увидите. И самый последний вопрос. Вот этот инженерно-промышленный форум – это же всего лишь одно из мероприятий для развития промкооперации. Потому что вы рассказывали, что вы поедете на международную выставку в Узбекистан, будете презентовать эту историю еще и осенью промышленную кооперацию. Действительно ли это так? Да, мы буквально неделю назад вернулись в форума госзаказа, где тоже презентовали итоги промышленной кооперации, которая работает. Инженерный форум – это крупнейшая региональная площадка с федеральными спикерами, которая посвящена промкооперации. Понятно, что… Газовый форум в Питере. Газовый форум, да. Мы на него уже начинаем готовиться. К нему готовиться мы обычно за полгода уже имеем полкомпании, которые с нами едут и готовим повестку для обсуждения. Но и также в мае нам предстоит большая выставка в Узбекистане, которая тоже посвящена промышленной кооперации уже с крупным холдингом Узбекистана «Узбекнефтегаз». Отлично. Спасибо большое, коллеги, за беседу. Елена Дегтярева в нашей студии. Первый замминистра промышленности и торговли Пермского края. Максим Снитков, заместитель… Нет, не так. Руководитель программы ГТУ для ГПА, научно-производственного комплекса ЛДК «Пермский мотор». Спасибо огромное.